салют подписчикам канала атомосем и случайным зрителям этого видео ко мне на обзор попал вот такой вот приятный ну среднебюджетный смартфончик opa rino 5 lite телефончик это реально классный получился он относительно компактный если мы сравниваем с другими современными лопатами как например вот poco x3 pro видите какая между ними разница и помимо компактности он тонкий он легкий в руке лежит очень комфортно ребят то есть в среднем бюджете между производителями идет самая разъяренная борьба за покупателей вот поэтому средние бюджетники ну получаются вот такими вот самыми сбалансированы по характеристикам а вот во флагманы можно уже лепить что-нибудь малополезное как-то экспериментировать отказываться например от классического разъема под наушники что еще там придумывать потому что вот всю кассу производителям делают вот такие вот рабочие лошадки как rino 5 lite поэтому друзья вот этот смарт классно сбалансирован и в нем есть все к чему мы так привыкли ну к примеру да банально тот же самый вот древний но актуальный на все времена разъем под наушники а также тут лоток под sim карты не комбинированные вы можете сюда карточку памяти поставить расширив память без потери 2 sim карты причем этот смартфон и так оснащен немалым количеством памяти в моей версии например 8 128 гигов то есть все вот эти вот моменты вся вот это вот вроде бы мелочь создает общее такое приятное впечатление от устройства помимо этого тут есть и другие интересные особенности о которых я вам как раз хочу рассказать и начнем мы давайте наверное с комплектации по обыкновению вот в комплект сюда традиционно положили вот такой вот самый простейший силиконовый чехол и естественно зарядку зарядный блок тут вот такой вот массивный по характеристикам он выдает 30 ватт максимум и это как раз еще одна из фишек рина 5 light он поддерживает 30 ваттную быструю зарядку такая вот пленка была наклеена на экран тут вот как одна из фишек как раз вот быстрая зарядка вук 40 30 ватт и аккумулятор в телефоне на 4 310 миллиампер час в принципе ни много ни мало то есть на день работы этого вполне хватит быстрая зарядка может зарядить телефон с 0 до 100 за час и ну скажу на вскидку работы телефона на полном заряде вам хватит ну где-то при средней нагрузке часов на 8 работы экрана вот помимо этого в комплект положили наушники проводные такие вот напоминают наушники от apple тоже приятно почему бы и нет пускай будут и теперь смотрите у меня этот смартфон черного цвета переворачиваем его назад и видим что задняя крышка не особо то и черная он такой вот больше серый это градиент и цвет немного переходит светло-серого в темно-серый задняя крышка тут пластиковая она заляпывается конкретно потому что глянцевая блок камер смотрите вот такой вот слегка он выпирает из корпуса боковые грани естественно пластиковые кнопка питания и кнопки громкости тут разнесены по разным бокам в общем получился такой вот лаконичный нормальный дизайн по эргономике смарт очень удобно особенно вот сейчас летом его комфортно будет носить в кармане шор по дисплею как могли заметить тут работает функция always on display то есть тут установлена amoled матрица и мы получаем несколько противоречивых моментов давайте по порядку тут завода смотреть наклеена пленка на экране что за стеклышко дисплея я не знаю ребят кто в курсе дополните меня в комментариях но стекло это ровная то есть легко сюда можно будет гидрогель какой-нибудь или защитные стекла приклеить то есть без проблем далее смотрите активируем экран и вот сейчас сразу я думаю в глаза бросилась это вот нижняя толстая часть рам это как раз таки отсылает нас к бюджетным и средне бюджетным моделям которым рина 5 lite как раз и относится но в целом по периметру экрана рамка очень тонкая ребят фронталка тут в углу это самое удачное расположение потому что горизонтально если используем смартфон мы фронталку как раз перекрываем и общая площадь экрана ну визуально как бы становится больше слуховой динамик под узкой сеткой тут еще датчики приближения освещения проглядываются никаких тупников с ними кстати говоря нету все работает четко как уже говорил тут установлена amoled матрица и сканер отпечатка пальцев тут вкорячили под экран если мы с вами пройдем в аиду и посмотрим более подробно характеристики экрана разрешение 1080 на 2 400 amoled матрица 643 дюйма и смотрите частота обновления 60 герц вот тут вот реально удар под дых потому что дисплей этот классный ребят качественная у него плотная картинка то есть никаких пикселей тут нету достаточно сочные такие яркие насыщенные цвета это присущий amoled даже блин сканер отпечатков пальцев тут под экраном как у флагманов но блин в настройках если мы пройдем в настройки экрана то мы тут можем включить только светлую или темную тему причем традиционно для смартфонов опа мы можем настроить режим затемнения средний блеклый и насыщенный то есть полностью черный цвет что будет актуально в принципе для amoled экранов чтобы максимально экономить заряд батареи и еще еще можно сделать включить режим чтения и настроить вот световую температуру экрана то есть такие вот банальные настройки как и на любом другом смартфоне повышение герцовки тут нету но откровенные без этого экран и взаимодействие с содержимым на экране достаточно комфортно амолед матриц кстати говоря есть еще такая хрень как мерцание тут в настройках как раз таки что важно мы можем пройти и включить точнее отключить мерцание экрана при низкой подсветки диапазон подсветки тут кстати достаточно большой максимальная яркость и вот минимальная яркость экран просто уходит в ноль практически то есть при ярком освещении ни хрена не видно при темном освещении будет вообще комфортно глаза бить не будет ну и естественно при низком освещении появляется у amoled как раз таки закономерный шим который мы можем вот отключить в настройках то есть в принципе крутизны какой-то возможностях экрана нет он добротный хотя в более дешевом например opa 53 экран поинтереснее будет поэтому все таки вот отсутствие 90 герц я могу записать в минусе а в целом ну экран блин получился нормально по программному обеспечению ребят чего можно сказать тут значит все будет привычно старым пользователям андро ну и вообще какой-то разницы вы не увидите если до этого например пользовались смартфонами realme потому что тут установлена довольно красочная оболочка которая кстати говоря так и называется color os и это уже одиннадцатая версия color os 11.1 она построена на базе 11 андроида оболочка это очень похоже на realme ui или на oxygen os со смартфонов ван класс тут можно настроить абсолютно все как-то кастомизировать внешний вид оболочки то есть в принципе ребят она достаточно гибкая по настройкам можно настроить как внешний вид оболочки то есть поменять абсолютно все обои значки вид значков сделать их круглыми квадратными и также есть общие настройки смартфона с различными интересными фишками конечно тут не так много фиш как в той же пресловутой милой но тем не менее все равно фишек достаточно то есть не так скучно как например с голом android есть режим супер энергосбережения которые превращают смартфон в обычную звонилку в дополнительных настройках мы можем включить отг то есть разъем type-c поддерживает тут функцию отг и что еще интересного смотрите в разделе о телефоне ну сейчас мы привыкли что в смартфонах есть такая возможность как расширение оперативной памяти путем включения файла подкачки тут 8 гигов оперативки доступно но блин расширить ее никак нельзя но в принципе ребят 8 гигов сейчас вот на данный момент это золотая середина для всего я думаю больше в принципе не нужно то есть такого объема оперативки ну блин на года три вперед я думаю точно хватит настройки тут много в принципе углубляться не буду я делал полноценный обзор оболочки реалми юай эта оболочка достаточно сильно на нее похоже и если кому интересно можете пройти посмотреть меня на канале обзор чтобы не затягивать ролик я хочу поговорить о такой важной функции смартфоне как его железо повседневном использованию если вы будете пользоваться телефоном то нареканий никаких не вызовет использование быстродействие смартфона если не знать что тут установлено за железо если вы вообще не заморачиваетесь по этому вопросу то телефон работает шустро да и в принципе вы будете от него кайфовать справляется он со всеми задачами все нормально как бы если же вы по вопросу железо заморачиваетесь хоть как-то то стоит вам зайти в аиду и открыть информацию о процессоре сразу у вас создаться создастся впечатление что что-то здесь не то потому что тут mediatek helio p95 да ребят проц этот не новый 2020 года да он построен по 12 нанометровому техпроцессу но в целом это неплохой процессор для среднего бюджетного класса устройства у него 8 ядер 6 ядер энергоэффективных cortex a55 и 2 мощных ядра cortex a75 в пике выдают 2200 мегагерц то есть принципе у нас диапазон частот получается 774 и 2200 мегагерц за графику отвечает power wear rock g gm9446 то есть вполне такой стандартное скажем так железо для среднебюджетного смартфона естественно мы не говорим о каких-то тяжелых играх хотя и их и тут можно запустить но естественно с пониженной графикой ну и чтобы сравнивать этот производительность этого смартфона с другими я естественно провел тест antutu и получился вот такой вот результат 204 тысячи баллов то есть центральный процесс набрал 65 графические 33 тысячи в принципе ну блин результат вполне себе нормальный для среднебюджетного аппарата не крутой ребят нельзя сказать что это прям пушка какая-то в среднем бюджете чисто такой добротный результат с учетом текущей конфигурации теперь я хочу пару слов сказать о камере смартфона потому что вот тут как раз мира не по классу крутая то есть тут 4 модуля основной модуль на 48 мегапикселей ширик на 8 макро на 2 и глубина на 2 на основной модуль днем получаются крутые снимки высокая детализация приятная цветопередача цвета получаются чуть насыщеннее чем в реальности и слегка снимок отдает в теплые оттенки это работает искусственный интеллект и пост обработка снимка разработчики хорошо в принципе оптимизировали тут программное обеспечение к модулю поэтому смарт вытягивает максимум возможного из 48 мегапикселей в по камеры есть возможность включить как раз таки искусственный интеллект включить hdr или авто hdr есть также двухкратный и пятикратный цифровой зум и есть возможность включить различные режимы съемки ночь портрет и в разделе еще у нас есть двухокодный режим видеозаписи и знают кому будет интересно но производитель эту штуку выделяет опять же как одну из фишек есть также портретный режим видео и в принципе большинство из нас снимает все таки в авторежиме поэтому я сделал упор на это в авторежиме есть основной модуль и мы можем переместиться на ширик качество фото на широкоугольный объектив ну естественно будет хуже детализация падает явных искажений по краям снимка нету то есть вполне можно пользоваться при хорошем освещении этим модулем и классно что он тут присутствует про макро модуль говорить смысла я думаю нету потому что снимает он достаточно посредственно проще снять на основную камеру и увеличить или сразу использовать зум при съем смотрите ребят если про видео говорить тут как раз очень интересно потому что доступно разрешение 4к 4к камера снимает при 30 fps без цифровой стабилизации если мы переходим в 1080p то также у нас камера пишет 30 кадров в секунду то есть 60 кадров в секунду тут нету но зато при 1080p мы можем уже включить стабилизацию видео ну что ж ребят опари на 5 light вот так вот снимает видео можете оценить качество записи звука такая картинка вот в принципе снимает вполне неплохо сверх стабилизации сейчас включена как раз можете оценить как и отрабатывает стаб чем можно сказать по связи смотрите тут нету 5g но есть двух диапазонный вайфай мод есть gps модуль с поддержкой спутников глонасс есть nfc разблокировка по морде лица доступно фронталка тут кстати на 32 мегапикселя вроде то есть в принципе как и говорил в начале ролика телефон получился очень сбалансированным с лаконичным таким вот дизайном он компактный он легкий есть какие-то классные фишки такие например как быстрая зарядка в разъем под наушники под карту памяти единственное отмечу ну субъективно пару минусов ребят дисплей классный но блин фигачит он только на 60 герц для кого-то возможно это критично в принципе для большинства пользователей это не так заметно есть более заметные минус который сейчас как-то ну странно видеть в среднем бюджетных смартфон потому что тут нету стереозвука здесь снизу один основной мультимедийный динамик верхний динамик отвечает только за входящие вызовы все то есть тут стереозвука нету как-то вот не очень-то это круто в 2022 как-то вот откровенно не очень прикольно наблюдать вот такие вот упущения не в самом дешевом смартфоне хотя принципе конечно же он относится к среднему классу но и особенно сейчас вот его можно купить с большой скидкой в период распродажи с доставкой из россии я ссылку как всегда оставлю в описании под видео там также прикреплю промокод на хорошую скидку чтобы вы могли максимально сэкономить но на сегодня ребят у меня все огромное вам спасибо за внимание если хотите проходите на канал смотрите другие ролики подписывайтесь всего вам доброго и до скорых встреч и и и и и и и